Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Какие задачи стоят перед предпринимателями на каникулы? В Сочи состоялось заседание Совета по поддержке малого и среднего бизнеса. Лестница от Олимпийского университета к морю будет восстановлена. Это подарок городу. 227 литров нелицензированного алкоголя изъято на улице Туапсинской. Таковы итоги профилактического рейда. Новогоднее дерево из медицинских перчаток, пробок или материнских плат. В Сочи открылась выставка дизайнерских елок. Итоги работы за год сегодня подводят кубанские единороссы. Более 200 партийцев со всего края сегодня собрались в Краснодаре на отчетно-выборной конференции. Всего же сегодня в рядах «Единой России» 110 тысяч кубанцев. И треть из них – это молодежь. В их руках такой ресурс, которого нет больше ни у какой партии в стране, отметил Вениамин Кондратьев. Обращаясь к партийцам, глава региона напомнил, что сегодня от единороссов зависит принятие многих решений даже на федеральном уровне. Партия не дает пустых обещаний. Это не только принято к партии. В целом, к тем, кто сегодня занимает управленческие должности, принимает решения, не давать пустых обещаний. Просто не быть болтунами. Жизнь на местах нужно четко сверять с жителями в этих станицах, хуторах, городах, микрорайонах города. Мы не можем быть кучкой по интересам, даже если мы обладаем властными полномочиями или управленческими полномочиями. И сами для себя эти решения придумывать, грубо говоря, и абсолютно не обращая внимания, нужно ли наши решения, нужны ли наши проекты тем жителям, для которых эти решения мы с вами сегодня планируем. В рамках реализации партийных проектов в крае было построено 38 спортивных объектов. Появилось 60 новых детских садов, 4000 дополнительных мест в школах. Ряд новых проектов готовят и в следующем году. По мнению главы региона, в первую очередь они должны быть направлены на улучшение качества жизни людей. Единая Россия – партия жизни. Поэтому очень важно, чтобы не только то, что сверху мы реализовали, как я говорил, и сделали эти проекты жизнеспособными. Важно, чтобы эти проблемы жизни, которые сегодня существуют, партия могла впитать, саккумулировать и донести до федерального центра, до краевого центра, для всех органов власти. Действующие проекты партийцы представили на выставке. Среди них создание безбарьерной среды, новое оборудование в поликлиниках и больницах, поддержка развития сельского хозяйства. Гелена Овсецина, телекомпания «ФКТ». В городской администрации состоялось традиционное заседание Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Какие задачи стоят перед сочинскими предпринимателями на новогодние каникулы и как бизнес-сообществу содействует муниципалитет, расскажет Инга Габешия. Тот факт, что Сочи вошел в тройку самых востребованных курортов России, говорит о том, что городская сфера туризма развивается в правильном направлении. Однако расслабляться она не должна. По статистике, у 25% отдыхающих все же остаются нарекания. Прежде всего, они касаются объектов размещения и общественного питания. Больше всего ругают высокие цены в Красной Поляне. Точек быстрого питания недостаточно. В стационарных ресторанах цены также необоснованно высокие. Предприниматели объясняют – это просто. Хозяева горных курортов, являясь собственниками территорий, настолько завышают цены на арендные площади, что местным предпринимателям такой бизнес не по карману. А у иногородних цель одна – увезти как можно больше прибыли за сезон. Когда есть турист, то есть реальная возможность создавать и малый бизнес по обслуживанию этого туриста. Это и питание, это и торговля. Но надо уметь подстраиваться. Специально для этого глава города выступил с инициативой организовать рабочую поездку, в ходе которой вместе с местными предпринимателями встретятся с руководителями курортов, где обсудят более гладкую ценовую политику на аренду площадей, предназначенных для точек общественного питания. Помимо этого, администрация города также организует и другую помощь малому и среднему бизнесу. Мы субсидируем три мероприятия, которые предусмотрены городской и государственной, что самое главное, программами поддержки. По трем мероприятиям мы выделяем средства на компенсацию части затрат по договорам лизинга предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на ранней стадии деятельности, а также тем, кто взял кредит на приобретение оборудования. В следующем году по инициативе губернатора в крае будет составлен рейтинг муниципалитетов по уровню оказания помощи малому и среднему бизнесу. У Сочи есть все шансы стать лидером в этом списке. На будущий год планируется увеличение финансирования в данной отрасли. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Лестница, ведущая от Российского международного олимпийского университета к морю, будет восстановлена. Такие обязательства взяла на себя компания, которая обслуживает отель и университет. Работы по благоустройству спуска к морю уже начатые. Планируется восстановить лестничные марши, положить антискользящую плитку, сделать красивое освещение. Это займет приблизительно около двух месяцев. Стопроцентное финансирование обеспечит компания «Юниверсити Плаза», для которой ремонт стал социальным обязательством. Много лет назад эта лестница соединяла санаторий Мариса Тереза с Приморской набережной. Но спустя какое-то время на набережной появились строения, и, к сожалению, эта лестница частично была приведена в аварийное состояние. Этот проект является частью одного большого концепта решения. С некоторых пор наша компания взяла под свою опеку пляж «Юни Мариса Тереза». И мы сейчас готовим проект благоустройства этой территории. И попасть на наш пляж гости отеля, гости университета смогут самым кратчайшим путем с помощью этой лестницы. Так что к летнему сезону город получит еще один современный объект, который привлечет внимание курортников, любителей сделать памятную фотографию. 227 литров нелицензированного алкоголя изъято в одном из магазинов на улице Туапсинской. Полицейские провели рейд в местах розничной торговли. В ходе рейда сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции Центрального района выявили магазин, где незаконно, без лицензии продавали крепкие спиртные напитки. Всего в торговом помещении полицейскими обнаружено и изъято 227 литров алкоголя. Это водка, коньяк и шампанское. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают штраф с конфискацией продукции. К другим новостям. Адлерские КВНщики стали лучшими в крае и с успехами. Творческую молодежь поздравил глава района. Этот сезон был очень для нас насыщенный. Мы отыграли целый год в Центральной Краснодарской лиге, дошли до полуфинала. Нас редактировал Михаил Михайлович Гуликов, редактор премьер-лиги также. И мы отыграли сезон в региональной лиге Сочи, где стали чемпионами. А женская сборная 49-й школы стала чемпионом в школьной лиге. Девчонки доказали, что КВН – удел не только сильного пола. За смелость и отличное чувство юмора получили благодарственное письмо главы района, подарки и торт к чаю. Школьная команда Сочи вообще отличилась и на федеральном уровне. Ребята посетили дом КВН в Москве по приглашению Александра Маслякова. Теперь в планах юмористов принять участие в зимнем фестивале Кивин, который традиционно проводится в Сочи. В Сочи состоялась церемония вручения премии «Студент года». Это мероприятие ежегодно проводит Сочинский госуниверситет. Итоги подвели в девяти номинациях. Каких именно – расскажем в нашем следующем сюжете. «Студент года» для учащихся Сочинского государственного университета. Премия, пожалуй, не менее волнительная, чем «Оскар» для актеров. Ее в канун Нового года вручают самым умным, активным, спортивным и талантливым студентам из ГУ. Огромное спасибо. Хочется выразить Галине Максимовне Романовой, ректору нашего университета, за возможность, которая нам всем представила, возможность реализовать себя в самых разных сферах. Не только в учебе, но и стать личностью. Такую возможность получила и Сатика Рутюнян. Студентка четвертого курса юридического факультета стала победителем в номинации «Интеллект года». Статуэтка, говорит Сатик, – это итог ее активного участия в научной жизни вуза. Во-первых, это конференции, на которых я участвовала, и дискуссионные площадки, круглые столы – все это дало результат. Это для меня большая честь, так как наука составляет большую часть моей жизни. Мне очень приятно это достижение для меня. Всего же помимо премии «Интеллект года» были названы обладатели статуэток в номинациях «Чемпион года», «Патриот», «Волонтер», «Объектив года», «Активист года», «Профлидер 2016» и «Талисман года». Как и в любой премии, претендентов на заветную статуэтку было несколько. Всего на получение премии претендовало 40 лучших студентов Сочинского госуниверситета. Хотя таковыми, говорят в вузе, можно назвать гораздо больше студентов. Они активные участники всех городских мероприятий. И не только. Учащиеся университетов, волонтеры Олимпиады и предстоящего чемпионата мира по футболу. А сам вуз – один из организаторов Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в следующем году. А еще в этом году Объединенный совет обучающихся в СГУ вошел в топ-10 вузов страны. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи открылась выставка дизайнерских елок. Вернисаж развернулся в Доме моды. Эта городская выставка-конкурс дизайнерских новогодних елок уже седьмая. Так что опыт у мастеров есть. Здесь более 160 оригинальных елок ручной работы из устричных раковин, медицинских перчаток, пробок, компьютерных материнских плат, из шишек, войлока, дерева, стекла и других материалов. Авторы – ученики 49 школ Сочи и студенты четырех вузов. Сегодня были объявлены победители в четырех номинациях. Самая креативная, самая сочинская, самая смешная и самая современная елка. Но еще один приз все еще ждет своего владателя. До окончания новогодних каникул будет проходить голосование за приз зрительских симпатий. Оставить свой голос за полюбившуюся елку может любой желающий. Километры гирлянд, килограммы елочных игрушек и порядка тысячи зеленых красавиц создают новогоднее настроение в самом сказочном парке курорта. Начались в Сочи парки и парады сказочных героев и хороводы с Дедом Морозом. А еще кукольные спектакли, сфотографические и магические шоу. На одном из новогодних представлений побывала наша съемочная группа. А начинается волшебство у самого входа. Гостей, а в первую очередь юных, здесь встречают сказочные герои. Ура! С наступающим Новым годом! Оживает сказочный мир и в цирковом шатре. Помимо новогодних елок, там проходит мюзикл о снежной королеве и новых приключениях повзрослевших Кая и Герды. Это представление с элементами современного балета и акробатического искусства. Вас ждут совершенно удивительные декорации, замечательные цирковые постановки. А еще отдельная история – это, конечно же, подарки, которые получат детишки на выходе из шатра. Мы отказались от идеи сладких подарков, поэтому наши детишки получают не просто подарки, а развивающие игрушки. Кроме того, к развивающим игрушкам они получают главный подарок от Дедушки Мороза – еще одно посещение Сочи парка в подарок. В кукольном театре гостям расскажут известную финскую сказку «Маленький Дед Мороз». Здесь ребята поймут, что суть новогоднего праздника вовсе не в подарках. Сейчас, как и в период зимних каникул, в Сочи парке можно попасть и на магическое шоу, где елки покрываются иголками на глазах у зрителей. В рамках особенной новогодней программы заработала и фабрика Деда Мороза. В собственной резиденции зимнему волшебнику можно из тех рассказать и попросить об исполнении желаний. Ну а под бой курантов здесь, но уже на аттракционах, свои желания могут загадать взрослые. Впервые в этом году тематический парк открывает свои двери ночью, чтобы встретить Новый год в формате народного гуляния. Если сильно подгадать время, то именно в 12 часов новогоднюю ночь вы можете взметнуться вверх на 65 метров на жар птицы и посмотреть на все окрестности, которые окажутся у вас под ногами, именно в новогоднюю ночь и именно в Сочи парке. Добро пожаловать, милости просим, мы будем рады вас видеть. А еще Сочи парк можно подарить. В преддверии зимних праздников тематический парк вводит новые виды абонементов – клубные карты. Это именные пропуски с возможностью неограниченного количества посещений парка, в том числе и в течение года. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Как ни в праздники побаловать себя деликатесами? Целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Рыбная продукция представлена на выставке-ярмарке «Рождественский базар» в Гранд-отеле «Жемчужина». На этот раз «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на Рождественском базаре с 22 по 25 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.